Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу Кфасмилеру, это отличная группа с недорогой прокачкой. Также группа заботится о ваших аккаунтах и насчёт бана переживать не стоит. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролёт безвылазно фармить. Прокачка доступна как и для пользователей ПК, так и для пользователей PS4. В общем, ссылка есть в описании. И снова всем здорово, с вами Антромир. Сегодня четверг, а это значит, что в GTA Online началась новая неделя бонусов и скидок, которую сегодня в ролике мы вкратце и посмотрим. Сразу хочу сказать, что эта неделя получилась не сильно такой жирной и не сильно говнецом. Можно сказать, что она явно стоит вашего внимания. Ну а перед началом ролика не забывай про лайк, подписку и колокольчик. Для тебя это пару действий, и мне ты поможешь достигнуть цели в 40 тысяч подписчиков. Там вот осталось прям совсем чуть-чуть. Также не забывай писать свои смочнейшие комментарии. Ну а теперь погнали смотреть, что там выстроили Кокстар на этой неделе. И по традиции, конечно же, начинаем с подиума казино. На этой неделе там будет стоять ламподати Коско. Как по мне, сама машинка более такая в стиле ретро, поэтому если вам нравится классика, то почему бы ее, собственно, и не выбить? На одной, кстати, из прошлых недель у Рокстар тоже добавляли ретро-тачку на подиум. Ее можно выбить как и для коллекции, так и для флекса перед друзьями. По характеристикам она будет такой среднячок. Но в автоклубе на этой неделе у нас будет комит Сафари. И знаете, это одна из тех тачек, которую реально стоит выбить. Тачка очень годная, с этим не поспоришь, а чтобы ее получить, нужно войти в число трех лучших в гонке серии автоклуба три дня подряд. Условие не такое уж и жесткое, поэтому я вам прям рекомендую. Ну а на тестовой трассе на этой неделе вы сможете обкатать такие тачки, как АЦО Тардент, Фистер Комет С2 и Вапит Доминатор АСП. Если вы что-то из этого себе давненько хотели прикупить, а уж тем более обкатать, то сейчас это можно сделать здесь. Причем стоит учитывать, что это абсолютно бесплатно. На одну из перечисленных тачек, кстати, действует скидка на этой неделе, но об этом мы поговорим чуть дальше. На этой неделе у Симона вы сможете прикупить такие тачки, как Анис Савестра, Найтшарк Ацелот Виртуа, Вапит Доминатор GTX и Вапит GP200. Опять же, на одну из этих тачек на этой неделе действует скидка, так что обкатать ее можно будет тут. Но если вы какой-то транспорт из этого списка хотели себе прикупить, то обкатать его можно тут же. Поэтому заглядывайте и смотрите, что вам приглянулось. Ну а в Лакшери Автос на этой неделе будут стоять такие тачки, как Ацелот Стромберг и Гротти Фурия. От себя я хочу посоветовать взять Стромберг. Это у нас машинка-амфибия, может как и по суши, так и по воде хасанить. Ну а Фурия, как по мне, немного странная на внешку. Но все же характеристики у нее неплохие. Теперь переходим к скидкам. Стоит начать с того, что в продажу поступил Ацелот Виртуа. Помимо того, что вы можете его получить бесплатно за прохождение последней дозы, вы можете его еще и купить за 2 миллиона 235 тысяч долларов игровой валюты. Уж лучше, как по мне, пройти последнюю дозу. На данный момент, как по мне, это лучший электрокар в игре. Помимо этого, в продажу вернулся Анис 300АР. В продажу его вернули на ограниченное время, а именно до 13-го числа. Приобрести вы его сможете за 2 миллиона 75 тысяч долларов игровой валюты, если вы хотели его себе купить, но не успели, сейчас самое время. Собственно, успевайте его забрать. Скидка в 30% у нас действует на Фурию. Точно такая же скидка у нас действует и на Ардент, который вы, кстати, можете обкатать в автоклубе на тестовой трассе. Ну и самое крутое, как по мне, та же самая скидка на Найтшарк, который вы, кстати, тоже можете обкатать перед покупкой, только теперь у Симона. Найтшарк на вашем месте я бы взял без раздумий. Теперь мы переходим к самому жирному на этой неделе. Скидка в 30% действует на бункер, а также на модификации к нему. В том числе и на ремонт уже имеющегося бункера. Абсолютно та же самая скидка действует на ПКП и его модификации. Уже, как по мне, нетрудно догадаться, что эта неделя у нас посвящена тематике бункера. Так вот, на этой неделе действуют полторашние выплаты с жита долларов и РП за миссии по продаже продукции из бункера. Помимо этого, в полтора раза увеличена скорость производства и исследования в бункере. То есть на этой неделе у нас уже имеется такой хороший полупассивный фарм. Если у вас до сих пор не открыты разработки в бункере, то я вам рекомендую вкачать их именно на этой неделе. Всякие улучшения для пушек реально полезная тема. Особенно разрывные патроны на снайперку. И еще так, по мелочи, у нас действуют двойные выплаты с жита долларов и РП за режимы из серии бункер. Не знаю, для тех людей, кто катает эти противоборства, наверное, хороший бонус. Но прям фармить на них я не думаю, что это хорошая идея. Ну а на этом все. Огромное тебе спасибо за просмотр. Если этот ролик для тебя был хоть как-то полезен и интересен, то поставь лайк и подпишись на канал. Также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать подобные ролики. Ну а если тебе есть чем вдруг дополнить этот ролик, то пиши об этом в комментариях. Все комментарии я читаю, на них же отвечаю. Все полезные ссылки ты, как всегда, можешь найти в описании. Ну а с вами был Антромер. Всем удачи и всем пока-пока. Но если ты как-то досмотрел до этого момента, то почему бы тебе не глянуть еще вот эти вот ролики. Субтитры сделал DimaTorzok